Да, короче, что злит немцев? Что нельзя делать в Германии? Согласен. Согласен? Да. Да. Что там? Бурундук у тебя там. Я говорю, закончишь, дай мне сказать, не убирай. Мы опять пришли на выступление нашей Миланы. А я хочу вот так сильно, сильно, сильно вот так делать. Как так делать? Пусть все. Нет, ты никому ничего не обязан. Это второй пунктик. А, третий пунктик. Просто испугалась трубы. Его чуть крутишь или не крутишь? Я забыл, как его надо достать. Может, у нас есть какой-то друг, которого зовут Марко. Друзья, привет, как любит говорить моя жена. Мы сейчас занимаемся поисками матраса. Это один из необходимых вещей для нас. Потому что ты спишь на надувном. Да. Ну, в принципе, нам реально все нужно. У нас ничего нет в буквальном смысле этого слова, кроме одежды. Мы потихонечку будем собирать нашу квартиру, наш дом так называемый. Нашли матрас, пришли, посмотрели, стоимость матраса 30 евро. Это для одного человека матрас. Одноместный такой. Одноместный матрас. Обычно ничего такого 30 евро. А доставка стоит 25 евро. Как вам такой расклад? Мы посмотрели, посмотрели, подумали, подумали. И поняли, что нам такой матрас не подходит с такой доставкой. Я думал, ты сейчас скажешь, а коп понесет с собой на руках. Я так не скажу. Молодец, умничка. Я рад, что ты так не подумаешь и не скажешь. Это меня очень-очень радует. Ладно, друзья, посмотрим, может, у нас есть какой-то друг, которого зовут Марко. И он согласится повезти этот матрас на своей машине. Это было бы замечательно. Марко, пожалуйста, помоги нам. Мы знаем, что Марко это видео по-любому посмотрит. И скажет да или нет. Ладно, это, конечно же, не шутки. Марко, пожалуйста, помоги нам. Нужен матрас. Да, нужно довезти матрас до квартиры. В ту квартиру, где мы сейчас живем. Соответственно, мы живем у Марины. Дальше расскажу сначала, зачем мы приехали в центр. У нас должен был быть просмотр квартиры. Назначил нам хозяин на 2 часа. Я настроилась, уже все. Уже ехала смотреть эту квартиру. Но мы уже были в транспорте. И он нам ответил, что, к сожалению, он вынужден отменить встречу. Потому что? Он не объяснил причину, просто сказал, потом я вам переназначу. Это тут, кстати, очень редкие случаи, когда до встречи остается где-то час времени, и они отменяют. Но, получается, такие явления не исключены. Но это немцы так обычно себя не ведут. Но мы же не знаем, он немец или нет. Может быть, он какой-то тоже иностранец. Неважно. Тут так себя не ведут. Тут так себя не ведут. Это крайняя редкость. Дальше Танюшка пойдет себе в церковь. Она постится. Она каждый день ходит в церковь. На службу. На службу. На читание молитвы. Да. И сегодня... И сегодня что? Я буду исповедоваться. Отлично. Я настроилась, подготовилась. Надеюсь, все пройдет хорошо. Я попрошу очистить меня от моих грехов. У тебя все получится, я даже не сомневаюсь. Все, Танюшка пойдет в церковь, а я погуляю в городе самостоятельно. Ты меня будешь ждать? Или поеду домой. Не знаю, еще не думаю. Еще не подумал об этом. Что там? Тебе мешают? Бурундук у тебя там. А еще я хочу поделиться с вами такой информацией. Оказывается, как у нас все агентства недвижимости, все всегда платно за любой поиск квартиры. Кипиш, надо заплатить денег. За любую работу агента по недвижимости, естественно, надо заплатить. Насколько я помню, там было минимум 10% от стоимости квартиры. Максимум и 100%. Но 10% я не помню. 10% это, да, это 10 лет назад. Минимум было 50% всегда. Здесь есть агентство. Вот оно там находится. Мы уже в него ходили, взяли там термин. Термин на очередь? Термин, да, записались на очередь, в которой ты приходишь, и они тебе помогают бесплатно с поиском квартиры. Представляете, даже такое есть. То есть это государственная организация, которая просто так тебе помогает всем нуждающимся, кто хочет найти квартиру. Хотя тут тоже есть агентство, мы с одними уже договорились. У нас, кстати, завтра окоп. Когда у нас просмотр вот с этим, что 450 евро хочет? В понедельник. Ага, в понедельник. Значит, это через пару дней у нас с ними, через него просмотр. Это 450 евро стоит, хотя квартира там сама тоже 450. Но нам просто интересно пойти посмотреть на эту квартиру. Мне хорошо, ладно, уговорили. Мне интересно пойти посмотреть на эту квартиру, поговорить с этим агентом. Но, конечно же, мы не будем брать вот это, потому что кучу всего можно найти самостоятельно, просто по интернету. Просто нам сложно, потому что это все надо каждое там скринить, переводить. То есть в этом плане только есть сложность. А вообще квартиру можно найти и без агентства, и без риэлторов, но... Я говорю, закончишь, дай мне сказать, не убирай. В общем, вы поняли. Мы будем искать, но все равно пойдем посмотрим. Слушаю. Ну вот я не понимаю смысл. Пожалуйста, объясните мне. Танюша понимает, и я понимаю, что мы эту квартиру, которую стоит там с комиссией, неважно, сколько стоит, комиссию просят 450 евро. Я отлично понимаю, что мы эту квартиру не возьмем, потому что эту комиссию никто не будет платить. Смысл тратить время мое, ее, этого человека, который придет, покажет, и посмотреть просто квартиру. Я вот этого смысла не понимаю. А для меня есть смысл. А Танюшке нужно... Танюшка не может мне объяснить. Пожалуйста, кто-то, напишите в комментариях, как это вообще понять. Все, закончили на этом. Тут сегодня что-то происходит. Ходят все в красном. Они разрисованы. На щеках там красные сердечки вижу. Какой-то праздник. Да, дай мне молодежь. В красных костюмах с красными сердечками. Вот они там, ребята. Не знаю, что это. Все, если узнаем, скажем. Да. Пока никого нету, немножечко вам покажу, как служба начинается. Вот в таком красивом храме у нас все проходит. Друзья мои, все. Я стояла службу. Я исповедовалась. Мне так хорошо. Мне приятно. Я довольная собой. Служба, кстати, проходит вот сзади в том храме. И я вам хочу... Я не буду вам даряться в подробности, конечно же, потому что это все такое сугубо личное. Просто хочу вам сказать, что если у вас есть такое желание, не стесняйтесь, не бойтесь никогда этого. Идите в храм, разговаривайте с Богом, кайтесь за все грехи свои, и все у вас будет хорошо. Неважно, в каком вы это возрасте начнете делать, неважно, в какой стране вы это делаете, абсолютно это не имеет значения. Это такой мой вам сегодняшний посыл. Вышла, села на лавочку, и благодарю Бога за эту прекрасную жизнь, за все то, что я вижу, ощущаю, так хорошо. Я слышу эти птички, как поют. И не поверите, как мне сейчас хорошо. Все, я всех вас целую и люблю. А вообще я нахожусь, смотрите, вот в каком шикарном парке. Цветочки кругом, статуи, там домики красивые. Я сижу и любуюсь жизнью. Спасибо, Вселенная, тебе за все. Мы опять пришли на выступление нашей Миланы, соревнование Миланы. Мы придем в городе и опять возьмем первое место. Мы уже решились, сейчас попробуем чуть-чуть, как Милан наша выступает. Миланы, морозятые. Миланы, морозятые. Красотка! Ееееее! Ееее! Ееее! Пизонеры! Ееее! Ееее! Молодец! Милана крутая! Милана чемпионка! Писел! Чемпион! Да! Ты супермен! Супермен! Чемпион! Это хорошая комбинация! И я! Когда я пришла, она говорит, мне не надо вот так делать! Мне больно! Как это делать? Ну ты так как стоишь, я хочу тебя ко мне! Вот так делать? Да, вот так пальчиком! А я хочу вот так сильно-сильно-сильно! Как так делать? Пальчиками не делай! Мы опять поругались с утра! Мы не ругались никакой! Мы опять накричали друг на друга с утра! Ты на меня никогда не кричишь, только я кричу! Ну у нас был маленький инцидент с утра! Расскажем об этом? Как хочешь! А как ты хочешь сейчас? Вот вопрос начинается! Это мой канал! Или наш канал! Мы чуть позже поговорим об этом! А сейчас мы на выступление в Милане! Первый этап был! А еще второе! Второе выступление будет! Булавы! Что делать? Привет, Марко! Как дела? Тяжелый! Но счастливый! Но счастливый! Еще разочек наша девочка выступает! И сейчас будет транслировать эфир Танюша! Ого! Как зал аплодирует нашей малышке! Тяжелый номер с булавой! С булавами! Ой, хорошо словила! Молодина! Молодина! Хорошо! Умница просто! Красоточка! Что, не хорошо в этот раз, да, получилось? Не так хорошо, Марко? Не так хорошо, но хорошо! Не хочет сказать не так хорошо, как хотелось бы! Но в этот раз так получилось! Не очень получилось! Но мы не видели выступления остальных девочек! Так что... Но первое было классное! Я видел первое! С булавами? Не, первое выступление в Милане! А, первое и ее! Все, да! Все равно молодец! И держим кулячки! Да что ты хочешь! Да что ты хочешь! Ничего! Время пришло! Вознаграждение! Правильное слово? Вознаграждение? Награждение! Награждение! Выбирать победителя и награждать! Как ты думаешь, какое место? Надеюсь первое! Но скорее всего второе! Что ты думаешь, какое место? Первое! Все! Первое! Все! Видите, как она пахнет? Я не знаю, как она пахнет! Я не знаю, как она пахнет! Ну, морочинка! Да, умничка! Все равно! Просто морочинка! Где мама? Маму не вижу! Мама вон там сидит! Да! А, вон вон вижу! Спряталась! Ну, и это хорошо! Да, мы рады! В любом случае, мы очень рады! Are you happy? Что-то там окопчик с Марко очень долго разговаривают, общаются! Потом он придет, мы его спросим, что же там у них за тема такая интересная! У нас что происходит? Мы с Танюшкой моей, моей девочкой, моей женушкой, которая сегодня не в настроении, сидим с Марко, болтаем о том, о сём и Марко нам сейчас говорит, что нельзя делать в Германии! И нам это очень интересно! Да, короче, что злит немцев? Что нельзя делать в Германии? Вы удивитесь, но одной из самых первых и важных вещей, которые злит немцев, которые нельзя делать в Германии, это неправильное отношение к мусору. То есть, они очень трепетно относятся к вопросу, как нужно сортировать мусор. Если ты даже случайно там выкинешь, не по знанию, выкинешь кожуру от банана туда, куда нужно выкидывать там пластик, они очень... Бурно на это отреагируют. Да, они прям разозлятся. Я было такое случайно, реально кинул кожуру от банана в мусорку, где нужно было кинуть бумагу и мне... Стояла женщина немка. Мемка женщина, помнишь, она что-то сказала? Возмудилась очень сильно. Я не понял, что ты делаешь, нельзя туда кидать кубуш, кожуру. Я не обратил внимание на это, подумал, что это же кожура и кинул, кинул, что тут такого страшного? Мы даже не посмотрели, конечно, куда кидать. Просто стояла... Одна урна мы кинули, видимо, там надо было искать другую. Только бумагу. Там можно было только бумагу кидать. И это для них получается очень неправильный шаг, неуважительный, наверное, так можно сказать. Вот сейчас мы с нашим другом-немцем разговариваем и обсуждали разные темы. И вдруг всплыла вот эта тема, этот разговор, что нельзя делать в Германии. И он тоже подтверждает в очередной раз, что нельзя выбрасывать мусор, не сортировывая его. Куда попало? Да, Марина сейчас пришла, она подтвердит. Нельзя же мусор выкидывать куда можно, куда хочется. Вот мы сортируем дома поэтому. Мы дома сортируем мусор. Есть баки для общего мусора, но есть места для того, чтобы сортировать. Но лучше надо сортировать мусор. Это вот самое-самое, одно из важнейших вещей. Правил здесь. Правил, так называемый. Следующий фактор, который для вас будет удивительным. Но, наверное, этот фактор присутствует не только в Германии. Это, наверное, во всех странах присутствует. Только в СНГ как-то на это только-только начинают нормально смотреть. Когда, ну так скажем, игнорируешь незнакомцев. Как понять игнорирование незнакомцев сказанное? Когда ты идешь в магазин или в ресторан или по улице ходишь, на тебя кто-то смотрит и улыбается. Как ты на это отреагируешь? В наших странах, где мы жили, это как-то, можно сказать, неправильно даже расценивалось. Люди на это более неправильно реагировали. Сейчас уже с этим со всем уже гораздо проще. Когда ты смотришь на кого-то, улыбаешься, люди так же в ответ тебе улыбаются. Тут это очень даже принято. Нужно сказать, это все начало развиваться отсюда. Люди на улице друг друга смотрят, там улыбаются, здороваются и идут дальше. Не обязательно там поздоровался, постоял, там что-то поговорил. Нет. Нет. Ты никому ничего не обязан. Если ты идешь и на встречу тебе человек говорит, там Морген, просто поздоровался с тобой и улыбнулся, и просто прошел дальше, ты тоже в ответ естественно должен поздороваться, не с мордой кирпичом пройти, типа эй ты что хотел от меня, а просто действительно культурно ответить точно так же там приветствием и пойти дальше. Поздоровался, пошел дальше. Не надо на этом зацикливаться, вспоминать откуда я его знаю, или почему он со мной поздоровался, может быть я ему нравлюсь. Или там еще. Что так меня хочет, там какие-то корыстные цели. Это нормально, когда незнакомые люди друг друга улыбаются и здороваются. Так что еще вот один фактор, чтобы вы знали. В Германии очень нормально здороваться, когда вы не знакомы. И немцы очень не любят, если вы не придерживаетесь этого правила. Это второй пунктик. Да. Да. Согласен? Согласен. Согласен. Согласен, I ask you. Are you agree with us? You say да. Да. Подожди. Согласен? Согласен. Сей да. Да. Подожди. Согласен. Это сейчас выглядит так, как будто бы мы тупо Марку нашему взяли в плен и заставляем его говорить то, что нам надо. Третий пунктик в нашем списке, который мы с Марку обсудили и решили. Теперь он всегда будет говорить «да». Третий пунктик, который мы сейчас выяснили, это физический контакт, то есть здороваться с незнакомыми это нормально, улыбаться с незнакомыми нормально, но вот так трогать или лицо обнимашки, трогать какие-то лишние вещи без спроса. То есть как у нас происходит, можно так сказать, в телефоне тебе что-то хотят показать, ты берешь телефон без спроса и смотришь. Даже просто берешь его телефон, чужой там немцы, даже если это твой близкий друг, все равно ты должен спросить «ой, можно я тебе тут покажу?» или он тебе что-то тут на карте показывает, ты не можешь дотронуться до телефона. Это выглядит вот так, он показывает у себя в руках, я говорю «можно твой телефон я возьму в руки?» Он если дает, то я беру и смотрю, если нет, то нет. То есть личное пространство нарушать нельзя. Это третий пункт, да? Да, но я хочу от себя добавить, я не знаю, это только в Германии или это просто везде так, но я всю жизнь не любила, когда нарушают мою зону комфорта или как это назвать? Мое личное пространство. Да, это не зону, мое личное пространство, когда кто-то близко вот так разговаривает к лицу, есть такие люди. Я тоже не люблю, это в моем… Или кто-то, когда говорит вот так, слушай, 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 я от таких людей абстрагируюсь, отхожу очень далеко, и если они меня не понимают, подходят опять ближе и это делают, я прямо открыто всегда говорю «пожалуйста, не притрагивайтесь ко мне, мне это не нравится, мне это неприятно, я не люблю этих тактильных контактов с чужими людьми». Если это близкий человек, то окей, я могу вот так сесть и мне так кайфово было. По-братски. По-братски. Брат, привет. Да, хотела уже в лицо лезть, понимаете. А я вообще такой человек, что я не люблю, когда меня трогают. Очень редко, когда вот Танюшка начинает лицо гладить, в любое время я говорю «Танюша, остановись». Очень редко бывает, что она там трогает меня, а я там молчу, не замечаю это. Можешь руку положить на мою руку? Не надо, спасибо, я вот так посижу, спасибо. Мне приятно, когда вот так ты сидишь. В общем, вы поняли. Второй пункт, третий пунктик – это личное пространство. Да, Минько, с Бодарда. О, молодец, Марко, красавчик. Не нарушай личное пространство. Ой, Марко, Марко, I'm sorry, I'm sorry. И еще один из важных пунктиков, который мы сейчас узнали у Марко. Марко? Да. Да. Это шум. То есть, смотрите, что это значит шум. Есть определенное время, которое нельзя шуметь. Если не ошибаюсь, будни – это с 13 до 15. И с 22, начиная с 22 и там до 7 метра. Да, нельзя шуметь. Это вот очень важный фактор. И в выходной день, в воскресенье, вообще нельзя шуметь. Да. Что это означает? Если вы в воскресенье решили уборкой заняться, какую-то шумную работу сделать. Стучать, бить, что-то прибивать. Ремонт делать, переезды делать, то это будет нарушение их… Правила? Нет? Нет, нарушение их покоя. Ага. И это будет расцениваться как неуважение к нам. Они говорят, если вы приехали в нашу страну, у нас так принято, будьте добры, пожалуйста, придерживайтесь нашим правилам. И они очень вежливо все это говорят и объясняют. Они там не вызывают полицию, должен довести человека до этого уровня, чтобы он там вызвал полицию. Например, в первый раз они там придут, скажут, дорогой друг, пожалуйста, ты в воскресенье не должен шуметь. Там постучат двери, ты откроешь, если ты там дома какой-то ремонт делаешь, и скажут, что нельзя шуметь. Или ты там переезжаешь. А там второй раз, наверное, уже там начнут вызывать полицию. То есть они не… Ну да, если ты наглота какая-то редкостная, то, конечно, они будут вызывать. Они не будут стоять, тебя умолять, перестань, потому что ты там делаешь неправильно. У них даже в воскресенье, как вы уже знаете по наших видео, ничего не работает. То есть это кругло… Да, это прям день отдыха. Это прям день отдыха. Это выходной. Это люди расслабляются, отдыхают, отсыпаются… И ничего не делают. Если хочешь там куда-то идти, идешь себе в ресторан максимум и кушаешь. Больше особых развлечений тут нет. В воскресенье. Все у них тихо, спокойно. У них чисто такой лайтовый… День отдыха у них расценивается, как ты лежишь просто в постели или там перед телевизором на диване и ничего не делаешь. Вот так у них расценивается. Или там дома тихо что-то делаешь. Никакого шума. Вот и те правила, о которых мы сейчас поговорили с нашим другом немцем, который сейчас скажет что? Я. Которые, если мы, приезжие люди в эту страну не соблюдаем, им очень-очень-очень не нравится. Да. И они прям в лицо говорят об этом. Вы же приехали в нашу страну. Будьте добры, пожалуйста, уважайте наши правила. Мы вас принимаем, мы вас уважаем, мы понимаем вашу ситуацию. Пожалуйста, вы тоже поймите нашу ситуацию. Мы, когда едем к вам, мы соблюдаем правила ваших стран. Это вот в моем… Я могу так сказать по-братски. Веди себя нормально и все. Да. То есть нам, по сути, тоже точно так же бы и хотелось, когда чужие люди приезжают в наши страны, чтобы они, естественно, тоже вели себя нормально. Да, это просто приятно. Так что знайте, друзья, это те минимальные пунктики, которые вы должны знать перед тем или в то время, когда вы будете находиться в Джермании. Yes. Yes? Иди поцелуй, моя любимушка. А это моя любимая жена. Мы сегодня чуть-чуть утречка начали с дун-дзун. Я вот сто раз говорил, не делай так. А ну все-таки продолжай делать. Ну пусть хорошо делает, сейчас улыбается настроение, хоть поменялось. Да, моя дорогая, да. Видишь? Да. Дами и... Господа. Господа. Да. Спасибо. У меня жена певица сегодня. Красиво. Вообще, она певица лучшая. Ты ушла из нее. Милан, тебе нравится, как она поет? Правда, я талантище. Ты поддерживаешь? Вот так. Какую еще песню сможешь петь вжимой? Так что я считаю, что тебе очень повезло. Давай быстро вспой. Белый лебедь на пруду. Молодец. Качай павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Ребята, мы едем в магазин. Я пащусь, напоминаю, или кто, может, не знал еще. Я придерживаю великого поста. Я очень хочу майонеза. А я говорю, не надо майонеза. Майонез – это вред. Правильно? Ты кушаешь майонез? Я тоже не кушаю майонез. А, я кушаю? Майонез – это вредно. Майонез – это плохо. Не надо кушать майонез. И сегодня я буду искать постный майонез. А такое бывает? Да, бывает. Только я не знаю, как он здесь выглядит, и есть ли он здесь, в Германии. А вообще у нас, конечно, есть. Прямо так написано – постный майонез, зай. Люди в пост же едят что-то. Как что-то? Я же никогда не ем майонез. Это что значит, что я не ем что-то? Ну, в общем, я хочу майонеза. Что такое? Такое, что что не надо. Пост для того, чтобы ты отказалась от вредных продуктов. Да нет, это не для этого пост. Ты что? А для чего? Мясо – это вредный продукт? Да. Да. Знаешь, мясо как тяжело организм переваривает? Ты же не кушаешь мясо. Ну, все, тогда тебе не надо. А я, ребята, уже неделю и один день не кушаю мясо, молока, яиц и все такое подобное. Молодец. Я вам даже хочу сказать, джинсы немножко с меня слетают. Этого, конечно, никто не заметит, но я-то знаю. Просто они растянулись. Какой ты бредный, это просто ужас. Ничего не видно, это труд было. Мы просто джинсы растянулись, а тут моя жена радуется. Какая же ты мой отец, ты похудела. Умничка. Похвали ее. Милан, ты видишь, какой он бредный человек? Молодец, брат, молодец. Бессовестнее просто. Не знаю, чем там Танюшка развлекается, а я нашел мороженые сердечки. Мороженые сердечки, сейчас будем есть. Не надо такое покупать. Ну, все, мы решили с Миланой и будем пробовать. Питюня. Я, ребята, изучаю составы соусов и майонеза. Молодец. Нам очень интересно изучать, расскажешь когда-нибудь. Спасибо. Ребята, мы прикупились. Танюшка вместо шоколадки нашла манго себе. И майонез нашла. И всякой вкуснятины себе накупила. И сейчас пойдут домой, буду есть. Будем готовить все это. Я думаю, самое полезное мы купили вот это. Я хочу еще... Попробуем, попробуем. Я хочу спросить у зрителей. Вы хотите, чтобы мы приходили домой и делали распаковку продуктов, чтобы вы там сравнивали цены? Вам это интересно или нет? Интересно. Интересно? Интересно? Ты думаешь, люди любят это смотреть? Мне кажется, да. Мне тоже было бы интересно. Если кто-то в другой стране, сравнивать там, просто смотреть. А как ты сравнишь, если не знаешь, какие там цены? Почему? У меня есть чек. Я могу каждый продать. Обезьянка чей-чей-чей. Обезьянка. Только не упади. Бананы съела и все, залезла. Вообще все, вопросик я закинула. Если что, пишите. Друзья, вы должны были это увидеть. Это просто не могу передать словами. Давай я покажу, как ты шла. Давай. Это Танюша вот. Держит это в руках и идет туда. Я рядом с ней вот тут иду, а это Танюша идет вот так. Просто испугалась трубы. Потому что я поднимаю глаза и чуть не врезалась. Ну да, врезалась. Вот расстояние было. Вот просто. Больше метра. Ребята, я вот так аж подпрыгнула. Я смотрю, она тут трясется. Женщина, что с тобой? Это обезьянка у нас. Молодец. Давай еще разочек. Вау, ты уже все научилась. Только холодно. Тебе не холодно в живот? Что ты можешь сказать в свое оправдание? Кто там мне звонит? Кто звонит? Маришка. Скажи, мы не можем говорить. Алло. Видели? Молодец. Мы не едем домой. Алло. Молодец. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Почему ты боишься всего, что происходит рядом с тобой? Щелчок. Это не страх. Это просто я сосредотачиваюсь на чем-то одном. И потом мое внимание отключается. Это нормально. Я такая девочка. Девочка такая девочка. Испугалась столбика. Ничего страшного. А ты только бы смеялся с меня. А еще смешно очень. Молодец. Умничка. А еще очень смешно было, когда в магазине ходим, она пугается продавщицей. Просто они здороваются. Она такая... Ну, потому что они внезапно подскачивают. Я их боюсь. Что за девушка чудная. Здороваешься. Она там пугается. Пугается. Так, все. Короче, Милана ушла на музыку. А я тут открываю мороженое. Вот это, смотрите, какие классные. Мне нравится, знаете, что когда открываешь какой-то продукт, и там присутствует эффект вау, это называю. Когда ты открываешь, и уже ты такой, какие классные они там на ощупь. Качество сделан, сделки. Просто кайф. Мороженое. Я очень давно Танюшке говорил, хочу мороженое, хочу мороженое. Она говорит, не надо, не надо, не надо. Но... Так это ж не мороженое. Как не мороженое? Это мороженое. Солнце, ты серьезно? О, оно холодное. Ммм. 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 Да ты шо, такое вкусное, да? Это Милка мороженое. Просто бомба. Вообще, ребята. Это красивое. Надо закинуть в холодильник. Какое красивое. Ммм. Ммм. Особенно, когда тебе нельзя ни шоколада, ни молочного, ничего. Это такое красивое. Говорю вам честное свое мнение, Милка делает лучший шоколад. Вкусный. Ты же всегда говорил, что Линд лучше. Это молочный шоколад. Лучший молочный шоколад. Согласна. Вот так. Если так, то так. Сейчас достаю просто отсюда. Супами разорвал. А что делать? Нет у нас больше ничего. Да ну. Я хочу показать, что я умею такое делать. Все, это морозилку. Белана придет с Миланой. Покушаем дальше. Моя салфетка. Последний раз манго мы кушали в Индонезии, на Бали. И первый раз я вспомнил, как мы, просто не зная, как этот фрукт надо есть, разрезали по частям и начали, грубо говорили издеваться. Да, поиздевались над ним просто. Поиздевались на славу. Ну, а сейчас уже знаем, как надо есть манго. И показываем вам, мало ли вам понадобится в жизни. Вот так, по длине, да это, просто обводишь ножом, как манго в принципе. Как манго. Манго, как манго. Как авокадо. Как авокадо, да. Его чуть крутишь, или не крутишь? Я забыл, как его надо достать. Я тоже не помню, как его. Как его достать? Я реально забыл. Ааааа, такие лайфхакеры хотели очень лайфхак сделать. Ну по сути, его крутишь, только он не сильно спелый. Ой, это что такое? Это не так оно должно было быть? Вообще не так. я не знаю что сейчас секундочку надо проверить свои знания облом должно было быть все по-другому ничего страшно сейчас быстренько вспомнил друзья я вспомнил короче вот это то что я показывал так не делаем это я перепутался авокадо авокадо правильно говорю его надо чуть близко к этому к середине да вот так разрезаем там косточка вдоль косточки вот так чуть-чуть округ округленными движениями просто делаем надрез и это все должно было выйти вот там внутри делаем вот такие просто разрезы получается ты крыль крестик нолик делаешь вот так но у меня из-за того что я неправильно сделал чуть не так красиво получилось а в итоге от его так вот разворачиваем какой он аппетитный но он должен был быть красивый такой сочный он такой вообще очень чик такой сладкий да да ой как на ну такой как настоящий хотела сказать как настоящий до хорошей мангу как или же второй кусочек сделаю давай чтобы было нормально уже да ну так называется попробую сейчас его достать оттуда косточку в любом случае надо достать и таким же образом косточка там она вообще вот такая плоская плоская и длинная не получается что-то у меня не пошло косточка просто чуть-чуть уперлась выпал в упертость вот так должно оно быть выходит а дальше делаем надрез я делаю всегда вот так два в длинных и три или четыре маленьких раз два три и старайтесь брать нож острый когда он нож когда нож чуть-чуть тупенький не получится у вас так красиво и разворачиваем и отсюда начинаем кусать уже при этом аппетита танюшка потом все это покажет как она сама есть а еще ребята я хочу сказать что мангу мы купили за 1 евро то есть тут по акциям что ты хотел по скидкам посмотреть что ты скажешь мне интересно тебе интересно что давай быстро в общем на скидках можно покупать за 1 евро я считаю что это очень недорого напишите если вы любите мангу это например мой самый любимый фрукт мангу я оба сколько у вас в городе стоит напишите пожалуйста мне интересно чтобы те кто пишут в комментариях написали почему у них дорого в городе или дешево вот это очень интересно и хотелось бы чтобы вы наши друзья те кто пишут комментарии посмотрите что пишут другие и пообщайтесь с ними это очень интересная идея чтобы вы в комментариях пообщались а вот так танюшка кушает мангу я вот этот момент хотел показать ну и нашел приятного аппетита дорогая и мы завершаем на этом моменте наш выпуск спасибо что посмотрели до конца советуем вам обязательно посмотреть то видео которое сейчас появится вот тут и увидимся пока